В преддверии дня государственных служащих прошел общий республиканский конкурс среди госслужащих. Проводился он впервые. В нем приняли участие около 300 человек со всех регионов страны. Об одной из участниц состязания, главном консультанте отдела законодательства аппарата мажорица парламента, Жанне Анлашевой, репортаж Адельхана Сахари. Жанна Анлашева пришла на госслужбу из науки. Преподавала в УЗИ, руководила Ассоциацией молодых ученых Казахстана. Затем возглавила управление комитета по делам религии в Минюсте. В частности, была одним из разработчиков закона о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Сейчас она работает в аппарате мажорица. Депутат парламента Ирина Смирнова знакома с Жанной всего три месяца, но уже покорена ее образованностью и неравнодушием к своему делу. Рассказывает, когда вместе работали над законопроектом о государственной образовательной накопительной системе, Жанна билась за каждую букву и запятую в документе. Жанна здесь показала свой профессионализм, свою принципиальность, свою гражданскую позицию. И иногда, когда можно было бы, казалось бы, уже промолчать, и уже прошел бы какая-то позиция в законе, скажем, то Жанна не молчала. Она до конца отстаивала свою позицию с тем, чтобы этот закон был полезен обществу. За 11 лет работы на госслужбе через руки Жанны прошли порядка 80 законопроектов. Кроме того, она представляла нашу страну на встречах с различными международными организациями, в их числе ОБСЕ и ЕС. В частности, была в составе казахстанской делегации на заседании комитета ООН в Женеве по вопросам расовой дискриминации. Госслужба для меня дала очень многое в плане опыта. Это работа для своей родины, работа для своего народа. Это живая работа с людьми, с их проблемами. Она действительно воспитывает человека. Государственная служба является скелетом, каркасом всего нашего государства. От того, насколько государственные служащие будут интеллектуально разными, насколько они будут далеко смотреть, зависит в целом развитие нашего государства. По мнению Жанны, работа в парламенте требует от нее постоянного самосовершенствования и самоотдачи. К примеру, сейчас она занимается законопроектом в сфере рекламы. А без глубокого погружения в тему, без понимания ее особенностей и проблем, выпустить качественный, по-настоящему действенный закон невозможно.